Уважаемый Айк Борисович, уважаемые участники сегодняшней конференции по очень актуальной для наших стран тематике. Это общая победа, общая судьба, приуроченная победе советского народа в Великой Отечественной войне. Этот вопрос является очень актуальным на фоне отдельных попыток внешних сил переписать историю, единолично присвоить себе лавры победы во Второй мировой войне, одновременно занизив роль братских народов Советского Союза в борьбе с коричневой чумой XX века. Доходит даже до абсурда в стремлении этих сил обвинить нашу бывшую общую Родину в развязывании Второй мировой войны. Подчеркну, что Великая Отечественная война – это десятки миллионов человеческих жертв и сломанных судеб. Ради освобождения своего Отечества единая семья народов СССР объединилась против фашистской Германии. В окопах, на передовой, в партизанских лесах, у станков, в тылу, всеми силами они приближали общую победу. Мы помним и чтим подвиг наших народов, положивших все на алтарь победы. Нашими странами осуществляются мероприятия по увековечиванию памяти, содержанию, благоустройству захоронений и памятникам солдат и мирных жителей, погибших в период с 1941 по 1945 года. Организуются масштабные мероприятия по освящению фактов бессмертного подвига народов-освободителей. Великая Отечественная война стала суровым испытанием для Беларуси. Территория нашей страны была полностью оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Установившийся режим был основан на зверствах, репрессиях, насилии, разграблении национальных богатств. Наша страна заплатила очень высокую цену за эту победу, потеряв за четыре года войны каждого третьего своего жителя, а это более трех миллионов человеческих жизней. Было угнано в немецкое рабство более 380 тысяч человек, из которых многие погибли в результате невыносимых условий труда и мучений. На территории Беларуси было разрушено 209 городов, включая Минск, Гомель, Витебск, Полоцк, Оршин, Борисов и Слуцк. Было сожжено почти 12 тысяч деревень. 270 деревень, сожженных вместе с населением, разделили трагическую судьбу Хатыни. С целью сохранения памяти о миллионах советских граждан, которые стали жертвами в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, 5 января 2022 года в Беларуси был принят закон о геноциде белорусского народа. Указанные решения нашей страны также призваны напомнить о героизме и стойкости белорусского народа тем силам, которые сейчас стремятся возродить фашизм, усилить внешнее давление на нашу страну и проводить беспрецедентные по своим масштабам военные учения у наших границ. Позвольте напомнить, в этом году исполняется 80 лет освобождения Беларуси, и к этой дате приурочено ряд знаковых масштабных праздничных мероприятий. Великая Победа никогда не делилась на свою и чужую. Значимую роль в освобождении Беларуси сыграли несколько сотен тысяч армянских солдат, в честь которых в нашей стране установлены памятники и мемориалы, названы улицы, проспекты и даже учебные заведения. За освобождение Беларуси многие армяне получили звание Героя Советского Союза. Позвольте отметить, что в рамках празднования Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков будут проводиться масштабные праздничные мероприятия с приглашением представителей наших дружественных государств. А центральным мероприятием станет гала-концерт «Одна на всех Великая Победа» с участием популярных исполнителей и коллективов наших братских народов. Спасибо.